вот теперь видно ну ну вот давайте тогда что значит так прямо на на skype запишем не знаю но вот которые говорите и вот который опасал вам ролик вашу папку бросил там мы сделали ролик хороший а вы уже сделали ну вот сделаны я уже скинула еще не видно он еще не закачал он володя снимает снимает а я рассказываю сразу и примерами и прочее тогда все тогда другой вопрос у меня еще не закачал я же не вижу поэтому я думаю что вам очень понравится я там говорю о популярности этой которая гарри поттер написала роулинг там джексонтона что дескать вот которая такое разное они уже распространяют она 700 миллион миллионов куда этих стерлингов заработала и тираж 500 миллионов ясно дело что нам никуда нет но наша одна книга перетянет все эти всю трухлю эту ну как смотрите еще никого еще никого лучше не сделала у нас все читали ее в детстве я не читал я в руки не брал даже я знаю что это не чистая сила это все прилипает она сидела бы думала разведенная приходила нас полуголодная была и сатана там кулагал она одержимая что она там накуролесила и сколько книг написать и все на тему бесовской силы я даже не под каким видом андрей кураев разбирал еще подробно зачем это нужно разбирать он даже это матрица была такая он ее разбирал больше заниматься нечем ты разбери одно только я уже я не могу никак найти объявлял уже об этом нашли бы мне человека но настоящего нацистом в украине чтобы побеседовали с ним ни одного ни один человек не нету нету я бы раз вопросы только задавал ему я ничего бы не говорил он сам бы отвечал вопросы самые простые у степана бандеры были братья брабы или там василий александр как их жизнь закончилась я вопросы задавал бы конкретно их и немцы не восприняли задушили всех а теперь мы свободны незалежная до канала незалежная была то сегодня какое место лежите там мерик эти майданы всем украшу и хотел соединить с 5 сурой она называется аль майдан интересно я может быть оттуда и есть ваше название то еще это поршитесь то это вот вас закачали за это время скакали на гайна геляку а теперь и пошло с гелякой вместе все с грязью перемешали просто чтоб задумался человек как так маленько то думайте я вот когда разговариваю с кем-то бывало там на допросах как вели нигде ни с кем так не было как со мной не не было ни ни разу почему я только поздоровался зашел в кабинет и сразу говорю мир дома сему в камеру захожу мир дома сему и дальше начинаю свидетельствовать еще ничего нету и у него даже в мыслях нету подполковника там который ведет дело меня там вывербовать или доказывать а это что об этом я не разговариваю все вопросы они никогда не пытаются знать что я только с головой оторвать могут и поэтому такие хорошие были отношения они там какие-то знаки сделали мне пальцем не трогали а некоторые говорят пальцем не трогали а вот здесь вы написали вы сравните какое время и о чем речь идет люди не понимают даже вопросы задавать а вот это вот во время там где-то ты сравни с тем что говорю когда меня арестовывали допрашивали сидел не пальцем не притронулись не считаю там рор ударил по руке один раз и к загогатали между собой с политоделом он нет нет и давай заискивать тут ну он такой бандит настоящий был сколько раз на него покушение было то в окно вылетит то куда дулутбаев а то в лагере у нас было ну вот это между делом опять я между делом то начинаю к делу объяснять а люди не понимают говорите об одном ведете в другую сторону нисколько и даже здесь вот вы посмотрите я об этом говорю показываю книги со всех сторон как она изготовлена что было и какое объявление вот я сейчас объявление то скинул ту благодарность которую на которой сейчас вышел так она сама здесь не делает надежда ивана бельгард она мы с ней ведем расчеты а она уже туда отвозит горный алтай это далеко от нас все таки и оттуда она привозит и у меня документы все от нее я туда съездил конце миссионерской путешествия то я там отблагодарил этого эдуарда васильевича он алтаец так ну видно что они русский но очень добрый человек и как они каждую пачку подкладывают картонки чтобы перевязывать когда веревочками чтобы на книге не отобразилась это а и как бы вы считали 5000 трехтомников это 15000 книг это восьмитонный зил у меня мысли такие есть мы не знаем кто придет кто будет если внезапно нахлынет что больше будет мы продолжим сразу скажем не не 5 а 7 сделайте если деньги то будут так что я буду просить так чтобы они сделали тысячу хотя бы сразу первый второй третий а потом опять переставили чтобы у нас сейчас в руках было и когда будет спрашивать то чтоб заказ был не меньше десяти никак чтобы я мог десятину снять а так как я возьму а легко мы вот так сделаем очень елена гладущуков вчера предложила мы десятину мы от суммы будем десятину делать от суммы вот сумма накопится от нее десятина ваша остальное ну да но если то если только сразу все выйдут я понял если все сразу это подумал если тысячу отдельно издавать будут или кто-то заказывает с него надо снимать то или как кому отдавать то не с общей с общей суммы мы с общей но тому то кто когда может уже не 25 любую сумму ну да тогда тому кто заказывал то ему тогда уже объяснять и показывать да чтобы не было ни ни процента робота или что-то все хорошо теперь надо с картинами разобраться вот картинки как сделать и у меня то смыли который оригинал то это я не знаю теперь как сделать то он у нас в этом то есть в сайте там сняты они все картинки но не без надписи картинки картинки им надо предоставить отдельно да конечно это это входит стоимость стоимость входит в эти тысячи мы с ней договорились но она неправильно сказала 36 на в том я говорю каждом не 36 а в 80 картин но полный лист без без полей и она снова перезвонила и сообщила там набросила сколько я говорю а как за закладками я их сам дома покупал нарезал и пачками отдавал ну все сделает как надо ну то есть я буду звонить у меня телефон и и вот я только сказал к истину православию мы видим чем дело-то скрывали типографию это нигде не указал а к истину православия переизданном там указал уже горный алтайск к истину православия и оттуда надо в конце переписать в каждый том где издается нам теперь скрывать нечего и потом которые там я показал про лагерь и про занятия этого нету хорошо отрихтуйте ну почти с буха в буху чтобы сошлось а наши ресурсы все и занятия тому же занятия можно и ко мне во сколько приходить я же все это скидывая если нет я скину и это все место заполнить надо подготавливаться а мы читали про бандеру кто его убил ты стаховский конечно все я все про не знаю как они воевали как эти братья были как поляки их этих задушили там они а потом мы их которые у гиттер то узнал и тогда поляков запросили они почти все были расстреляны у него отдельно были лагеря для знатных людей на которых была надежда чтобы и с ними а они поляки то с ними все время не ладит они никогда не были свободны и поэтому у них сумасшествие на этой свободе какая сегодня большего рабства чем они сегодня имеют даже при гитлере этого не было но они не понимают хотя бы если такой нашелся человек мы просто переговорили с ним но я бы показал вот сколько ереси есть возможно все они идут через украину украина это как какой-то лазарет больных вот всякая ересь которая идет все она там идет и эти которые там у не а то они все бритые вот такие вот едут сюда заразили всю православную церковь вот господь подвел вам итог ну вот он бандера вот он если вот убрать всякие политические окраски он кто является получается вот на самом деле кем он является как человек но тот себя и показал он же в особом лагере сидел у гитлера то они как только захватили украину они сразу объявили свободу а уж это даже немцы ошарашены были украина это сырьевой предаток германии вот у них была задача они опять они мучаются они одержимы этой идеи свободы которая никогда у них не было свободы жириновский подробно это все разъясняет я проверил по википедии нашел все прочитал он сидел там на потом как он погибает от советских еще не скрывалась у них специально были люди которые ткнули его зонтиком то там шпиль ну и сразу отравил его помидоры посыпались подъезде стаховский его звали из кгб этот киллер да да я все про них он потом раскаял он потом перебежчика перебежал сша он раскаялся убийство я видел как он в сша там гуляет смотрел и которые готовили другие там эти взрывы знал что любит там один у них и такую принес шоколадку ему а когда отошел и слышит там взрыв надо же маленькая такая ну как вот шоколад дают больших коробках я это все давно знаю и жалею я не знаю мне всех жалко вот когда в серию ты опросился и меня жалко тех которые молодые ребята погибают и что думали говорит успех будет я не знаю но я бы делал договорить не дадут а я не говорил бы без их разрешения я бы только был на самом опасном участке молился молился больше ничего не надо и обязательно чтобы около меня был переводчик у меня все это высчитано было вот как допустим чтобы меня в тюрьму посадили заново но вот как мы думали все и не не дали но им это не надо а им надо чтоб страха нагнать и там шамана этого заключили виссариона но власть лучше нас знает я-то думал как это мирно и чтобы никто не пострадал и чтобы вернуть такое чтобы в послушание всех монахов там аж ему метрополиту и мирно вошел бы монастырь в эту патриархию у меня это все по частям но вы знаете это материал не зря же писали везде фсб фсин это исполнение наказаний и отовсюду ответили ответили что посадить вас никак нельзя надо сначала статью какую-то найти посадить действительно а когда нужно вот они так и делали подсаживали это было когда во время войны и и тут-то думать я такой же я дальше они выманывали главу говори откуда это я много-много читал про это но мне кажется не получив это письмо там между собой долго обсуждали они такое никогда не встречали чтобы сам человек предложил решение еще бы сам предложил так у меня как посадить где рядом не видеть сколько недель месяц полтора и потом его мою камеру посадить они меня к нему а я бы на него внимание не обращал неделю только молился я бы завоевал его сердце он там молится это от него не отнимешь а дальше бы беседовал каноны я бы высчитал что с собой брать составил уже все собрал только сказали чтобы одну минуту выйти из комнаты чтобы самолеты меня туда отправили 20 разных названий это большая библия вылечительное стекло симфонии 2 не канонические такие то есть я все все обдумал счет собой брать а нету ну нету перед богом мой господь знает меня я переживал за него все было бы по-другому все я видел и моменты когда можно было еще исправить и этому которую он у вас теперь митрополит и и потом он бы ко мне я думал за лето он примерно 400 человек могу привести 400 то есть 200 миссионерских сделали бы групп ты слышу меня какие колоссальные планы были и на технике вы всегда человек думаете лу раз 100 лучше чем они есть на самом деле я не могу по-другому за этого из-за этого вы не не ожесточились нет нисколько вот он там здесь и ну там от приехал когда этот отец кирилл сахаров у нас был и говорит вы видели такого человека я когда меня не они не слушали местные священники барнаульский это не проповедовали а град это большая а тут у них торговля идет там еще я выходил и на колени остановился внутри ограда ограда там большая я щасами стоял на коленях и плакал он говорит где вы найдете такого человека там вышло сплюнула после причастия все собираю и иду к настоятель вот смотрите незнакомому даете что получается надо сжигать но они сопротивлялись уже интересно когда тут возникла когда максим был с максимом у них война была нет с антонием было моседич фамилия и епископ он уходил в украину они его брата перетянули в архимандрита которому там руку полагали они украинской куда убрали а вот пошел когда он уходил туда моседич сантони архимандрит был архимандритом приняли потом уже рукоположили и в алтай прислали он у меня дома был обедали ездили вместе он сильно меня хотел у меня горит ни одного миссионера нет и вот новоалтайс город рядом то и он наложил оброк там лишний ну и они восстали заперлись и они как штурмовали а там священник они через награду перелазит а там штыр торчит он крестом то завис там это все газеты мирские печатали а я ходил и узнавал а настоятель с этой стороны серый кардинал был войтович отец николай белорус и он все это как там было и сидит как будто ни при чем а я его капа за каждым словом вижу как его рука там с этими подавить надо было а там крепкие ребята были их не они так и не могли взять а вот я их подбивал ездил несколько раз было и побуждал к тому что он архиерей вот это сделал покоритесь они заблокировали друг друга и они пошли на это а я несколько раз ездил блаженный миротворцы и вот когда миротворчество это совершилось а я стою на улице и маленько так снежок падает и в это время они в храме это покровский собор где меня фотографируют на прощенное воскресенье то он большой такой а единственный храм был тут на половину алтайского края и вот оттуда они вылетают как пробки что все примирились все запреты с них сняли выбегают меня за руку и дальше и последний он выходит стало ко мне гнать их на счет а не пойму они потом газета завтра в газете которые у них там газета есть мирская газета победа как будто бы залежала где-то медведь в верлоге они его убили вот такое впечатление было что они какую-то победу над своим архиереем одежда он подошел и такой расстроена я не пойму вроде прощения просили а чё же не так это ведут то себя бросились бежать бегом да чтоб не поймал ты их вот как малые дети а я его уговаривал простить отдельно он меня на дом пришел надежда пирогами угостила потом машине ехали я все подбивал простите их потому что дальше только хуже будет и он толстый такой был прямо пузырь идет и на на площадке разворачиваться дом то двухэтажный был то и пыхтет я говорю владыка ко мне переходи жить я с высотой стружку сниму в течение полтора полтора месяца от вас еще не останется а он решил какие-то там добавки и начал уменьшать все весит ну и бороду подстриг все но это искусственное 41 год он внезапно помер больницы никак нельзя это делать надо только уменьшать и поклоны поклонами земными даме эту плоть тебе ходить некуда ешь один сухарик три дня ну и а буду пей может она на беду там ну я знаю как это делается а то не могу никак у меня отец павел то этот с камня на обе приезжал вот какой он так то сам по себе здоровый да и здесь ну и приехал у меня жить ну я не знаю месяца не прошло там недели три наверно прошло на три дырки меньше ремень стал у него дырки друг друг друга вот такие ну и пошел работать на стройку утром выходит ничего не берет не ест вечером кажется что ли ломать хлеб то хлеб со всего и все а то не знаю диабет игр двойной обед ди означает 2 про нас молву какую пустили то что у них потеряевки бункер и туда который толстый человек его опускают на весы и туда дня на три вытаски снова взвешивать если до нормы не дошел опять опускают и когда приехали корреспонденты где у вас бункер то но мы тогда пошли показывать погреб а кого сажали я говорю не знаю кто писал спросить надо у нас есть то вот одна такая вот мы прищищали с ней вместе зая хорошая ласковая вот как пузырь метр пятьдесят шесть и сто десять килограмм ровно в два раза больше вот представь себе метр пятьдесят шесть и сто десять килограмм я я говорю ты ко мне ближе будь и тебя все это уйдет вот сейчас у гладыщук то андрей то взять то смотри он там развел около пятидесяти крупного рогатого скота а дата пришел у меня интереса никакого нет я не знаю переходи ко мне ну родители благословили на неделю три дня побыл я все выправился улыбается женился ребенок родился второго ждут вообще вот понимаешь как это а вы почему веселые всегда помнишь там когда сидят это запрещали то их ну нельзя ничего делать и все фиксирует и вы видели этот ролик то где где кто кто запрещает приехал один в гости там какую-то страну к брату и там все везде фиксируется и в конце они сидят там с а та женщина спрашивает скажи маргарит почему ты все время улыбаешься она горит я свободна рядом часовой там все они за пределом этим то и оштрафовали за то что она перевела ему деньги чтобы выехал отсюда я ничего чокаются там ну две рюмки я свободна и она не может я свободны я ничем не связан обо мне какие только зубы не тащили и все отошли вот еще бы как-то захватить надо этого как его там не знаю георгием что ли максим уже за рубежом был там принимали каких-то африканцев ему там навтыкали будь здоров вот ему вернулась он здесь очень сильно радовался от кого-то извергли из сана да 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 а его я его то а его там английская церковь александрийская церковь да 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 его как-то надо бы с нами примирить вот как это его вот мы молимся когда я выставляю утренние молитвы ему скинуть скажи батюшка посмотри счету не ладно к чему он привяжется что мы поминаем венедикта франциска больше не за счет но он другому он к этому не привяжется он привяжется к другому достаточно книги почитать будет и я знаю просто чем он мыслит как и там ум который любое просто вычисляет сразу же немножко нестыковка с его и все начнет накручивать и пошло он профессионал профессиональный этот экзекутор экзекутор профессиональный ну это все к нему просто его суп я даже не могу представить даже никаким образом чтобы он примирился с нами никогда не хотя бы скинуть молитвы скажи батюшка вот молитва утренняя молитва у нас посмотри скажи счету неладно то господи владыка живота умный очень он скажет ну тут тут все ладно в другом месте не ладно вот так ему зачем за мной гоняться то за блохой гоняться слону у тебя должность есть тебе платят я не рубля церкви не получил за всю жизнь разница большая ты определить приведи сектанта хотя бы одного такого как отец геннадий то да те с геннадий если с тобой бы сражался у тебя за пять минут за поезд заткнет у него то он как раз таки канонически все там почти много чего правильно у него там догматический канонический он там много чего из всех священников наверное он самый радующий так зачем ему гонять это за за людьми то пусть он работает я бы интересных кого-то преследовал я даже вообразить не могу это отречение от бога да разве господь это повелел даже совершенно негодный пришел убивать его в житиях святых и он его приметил тот и кинжал уронил а тут никакого отношения не имеем и я все считает от зависти больше никак крайне завистливый человек мне кажется вот сами миссионерские вот эти отделы у них они в этом и заключается чтобы нападать кусать да когда-то данными отдела отдел бешеных собак кого хозяина может укусить вот это когда показывает этот фильм то как он называется ну там его умерли то все в нью-йорке а он с собакой там был один я легенда а я легенда да ну вот они в манкурта превращаются эти людоеда то его печальная очередь ждет он делает не делает господь и кто касается вас зеницы ока касается ему скинуть вот эти что отзывается митрополит виталий и серьги неужели на него это не подействует он очень умный слишком умный образование слишком много понимаете он скажет но это мнение митрополита это мнение не обязательно это не не обязательно что с ним надо соглашаться вот и все ну так вот рядом живет встречается и ничего не находит и прямо написаны не установлено никаких отклонений канонических там других как это так это его уже занесло ему уже клин дьявол забил мозги я могу наперед сказать все что он может против вас сказать но сказать то он может они так ничего не докажет что он докажет но сказать может расчет только на то что не на глубокое так ты скажи глубоко не не погрузит вы расскажите ему что когда на меня суд шел нападали я подавал суд все до одного суда выиграл я могу его струкнуть так что он будет оглядываться официально все представлю и все ложь в это фейк скажу он не свободны понимаешь нет какой вот за это деньги получает его постоянно надо доказывать как вот допустим дворки ну там еще с кем-то вот это есть вот именно что не свободный человек он уже не знает что не свободны он думает что это нормально состояние вот у меня не найдут нигде ни одного человека чтобы я просто так нападал где-то обороняться оборонялся говорил а так зачем же когда надо только молиться за него вот позавчера ночью на меня один напал смотри мой телефон а то мой телефон в годы щук-то подарила мне и вот он там было видно то ли пьяный то ли дурной 7 раз позвонил и уже двух часов я уже никакого сна нету а я за него молюсь сразу что поднял моя на молитву да вот и все я говорю с такими людьми как георгий максимов это что-то какое-то невероятное чудо боже должно быть то есть я вот логически по человеческой мысли не могу представить не нет ни на одну секунду чтобы он повернулся не могу представить а вот я слышал сильно там когда дворкин там они начали там у головина долбить там и они там сразу новопашин а снова пашином кажется вместе учился отец айким и путь у новопашина напали он встречается с молодыми людьми это в потемках а там оттуда туда один спрашивает ходить и ходить на исповедь и я выступил ему видно передали он на меня больше нигде пальцем не трогал хотя до этого и не было но наклонности я уже видел куда клоняться а я сказал ну не ходи но ты поверишь что это не так а потом приди попроси прощения когда примириться скажи батюшка ну я вот так соблазнился тебе ты не виноват прости меня и прими меня вот так сделай а пока держись той линии что он не так то с молодежью там наркоманом и прочее всякие гадости и раз по-другому ты не можешь думать а сам молись я тебе помогать буду и все и все погашено ничего нету так у нас молитва начинай молитва уходим на молитву уходим благодарю с богом с богом